смотрите как подросли наши породистые курочки это у нас первый вывод самый здесь помните лакиданзи вот постарше вот они гуляют серебристые а вот еще это тоже лакиданзи заплёночек серебро есть вот одна курочка его петушок от поместных домашних брама виндоты и вот мараны постарше вода не гуляют это сок ты куда зашел такая банда им уже полтора месяца мне кажется точно вот уже все оперились такие большенькие стали нужны сейчас ближайшее время от кокцидиоза пропоить и уже можно будет на улицу выпускать даже на целый день в огород загон пока что так на несколько часов такая пасмурная немного погода и пару капель дождя было поэтому на мокрую травой их выпускать не буду все давайте обратно заходим я дверь открыл они все и вылетели думаю давайте вам покажу смотрите маранчики курочки такие здесь три курочки два петушка думаю эти три курочки останутся все все давайте заходим 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 такая банда так все они у нас живут вот тут нужно корм насыпать и водичку поменять здесь нас брал я вспомнил что у них нужно поменять браслетики ну то есть хомутики которым мы помечали разные линии они уже стали большие а то ему уже смотрите немного туговато чтобы было свободно и лапки никаким образом не поранились поэтому меняю меняю чисто по визуально смотрю если уже так туговато то да нужно менять я вот у младшеньких только что поменял который вот у нас вывелись буквально пару недель назад этим уже у нас месяц лишнего они вот смотрите какие красивые красавчик это у нас порода лакиданзи серебро такой красивый цыпленок это процедура для них совершенно если что безвредно это обычно натягиваются такие хомутики свободно как браслет еще месяцок спокойно походит потом придется еще раз поменять потому что они уже тоже еще раз выросли давайте вам вот так сниму смотрите какие они красивые лапки черненькие клювик глаза какие черные бездонные вот нести они будут красивые голубые яйца такие красавчики смотрите совсем скоро уже в молодых превратятся красота такие у нас курочки будут в следующем году на племя инкубационное яйцо поэтому можете заранее уже смотрите себе присматривать кстати вчера там под нашей популярной курточкой выводится цыплята был один цыпленочек я думаю он уже хустрый стал пускай думаю бегает потом потом думаю ладно завтра заберу пускай пока что бегает а сегодня он же вывел этого цыпленка к сожалению только один там был ей достаточно много около 11 я думал будет вывод хороший но ничего сейчас покажу как они там гуляют вот тут у них курятник смотрите вот партизан курочка и один цыпленочек он выходит сейчас не нужно его поймать вот и наш цыпленочек пойма видно контент меня сам находит сейчас отведем к другой маме это оружие цыплят водит она их примет мама курочка мама я тебе принес еще одного ребенка примешь но они же более шустрые он тоже сейчас закрепнет покушает попьет буквально день и будет тоже нестись вместе с ними смотри себе цыпленочка принес вот и все семью пристроен тут теперь 10 цыпляточек она его приняла он будет вместе с ними бегать и расти и они даже не поймут что это хотят и так не видеть ну ладно тут и крапива цикорий вон вовсю и здесь в углу он там вообще беспорядок где гамак поэтому вот клубнику кстати вчера начали очищать убрали старый граспан он уже потому что весь такой уже там отверстие порвано из-за солнца все короче нужно менять вот сегодня у нас задача вот это вот место вне загона у куку рута гусей привести в порядок сначала покажу а потом все остальное где сорняки все это руками будем дочищать что все было красиво и порядок леску подготовил заправил вот кстати вижу вопрос если что у меня вот такая вот патриот не очень даже устраивает брал первый раз все осет хоть что большие сорняки лопух даже я в основном все кашу леской потому что им удобно и менять и в принципе не боюсь что куда-то попадешь но там есть и металлическая эта штуковина поэтому давайте приступать что-то дождика собирается надеюсь он нам не помешает вечер добрый друзья сегодня мы пару часов занимались разделкой тушек бройлеров у нас это была вторая партия выращивания в этом году на этот раз сегодня вот убрали 6 это одни из самых крупных по моему были петушки средний вес 303 есть самые большие 3 350 по моему вот эта тушка была сейчас вам тоже покажу взвешу выращивались у нас эти бройлеры на комби корме от преми корм старт рост финиш никаких лишних пропоек антибиотиками ничего не было единственное это мы давали пробиотики витом 1 и витамины гомотоник и все больше ничего лишнего падеж был минимальный из всей партии один по моему это он на последней стадии у нас когда жара стояла под 40 только из-за этого я уверена так не было бы скорее всего падежа вот результаты просто шикарные тушки вот эти начальные 6-7 штучек будут на продажу вот с каждая партия про примерно половинку на продаже сервис купаю очень быстро довольны все говорят очень вкусно да мы и сами шашлык делали отварную курочку супе просто шикарное вкусно мясо в отличие от магазина следующий на очереди тоже на весах ну два грамма ладно ноль вот ноль кладем опа 3 370 так следующее так следующее вес у нас 3 250 смотрим вес 2 780 это кстати одна из самых маленьких такие у нас в итоге второй партии немного лучше чем в первый потому что в первый сам большая была 3 200 сейчас почти 3 400 я считаю что в этом году первый раз я выращивал бройлеров итоги результаты просто в а самое главное это правильный корм правильный ход и хорошее яйцо все на сегодня работа окончена 6 тушек полностью готовы смотрите веса получились как на подбор подбор 325 325 335 там он а есть одна поменьше 275 ну среднем и такие же веса 6 тушек у нас сегодня готовы осталось на подходе еще 6 кухню а а а а а а а Идем мы с Дианой за морковкой. Мне Диана говорит, надо крольчат покормить морковкой. Вчера не успели мы. Что мы не успели, что-то делали. Смотрите, какая красота. Закат. Граф, не выходи. Смотрит. Идем за морковкой, будем сейчас крольчат вкусняшкой кормить. Так, у нас тут кабачки, кстати. Смотрите, какой большой кабачок тут. Желтенькие. О, тут, смотри, сколько штук, раз уж пять. Так, нужно. У нас тоже есть, кстати, кабачки огроменные. Да, растут они вообще очень хорошо. Нужно для у тебя завтра сорвать по корню. Ду-ду-ду-ду-ду. Где у нас тут? Где-то давай арбуз покажем. Смотрите, какой арбуз. Нужно под него что-то подложить, чтобы она не сгнила. Да. Красивенькая лежит. Еще, по-моему, где-то были. Ну ладно. Так, морковку. Можно поесть когда вырисов. Да, давай отсюда или оттуда. Морковка, морковка. Сколько там штук нужно было, говоришь? Шесть. Блин. Упс. 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 Не вышло. Держи. Так. Вот. Ой. Опять? Ой. Упс, упс. Надо было с лопатой прийти нам. Кстати, если у вас много урожая кабачков и не знаете, куда их девать, у вас есть птица, то это очень хороший корм для уток. Они его съедят с большим удовольствием. Нет. Надо подправить. Хочешь, мы его приведем? Ты в следующий раз принеси. Утки с удовольствием съедят. Сейчас. Они сначала поймут, что это нужно есть, а потом они полностью с кожурой все съедят. Завтра они поймут, что это вкусно и ничего не останется. Потому что утки, кстати, особенно мускусные, они к новому виду еды относятся очень осторожно, если даже это очень вкусно. Они пока не попробуют какой-то один храбрый и потом все накинутся. Не попробуешь, не узнаешь. Да. Все, я пастись гусей вывел, пока что они попасутся. Сегодня на сегодня все. Ну, сейчас покормим еще кроликов и спать. И все. Вела будут окончены на улице. Уже темнит. Да. Я кормлю, мы тебе больше покажем. Комство для кроликов. О! Смотри, ест как укропчик, да? Эти тоже кушают. Крольчата пока не понимают. Ну, как они крольчат, тоже какие большие. Так, сейчас покинем еще. Ева, пошли. Так, это маленький мальчат. Сможешь пополам разделить? Нет, никак? О, они ждут. Давай, помню. О! Что-то... И давай вот эту зеленушку тоже. Оп, давай. Так, это вам. Вкусняшка. Давайте кушать, ты поймут. Смотри, как прикольно кушает. Кушает. Одинюхает и не понимает, что это сначала. Э, на нашу чекору не рассыпала. Что мне тут уже добавить? А. Вот и такой, рыженький, серенький. Да. О, один большой. Это мамы их. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Они не понимают. Давайте их посмотрим. Может, я типа умнее. Ладно, нарковочка. Вкусная. Вот, сначала это попробуйте. Это тоже закинь сразу. Смотрите. Попробуйте. Ну, а наш этот сразу знает. Эти волосы, Диана. Эти вообще смотрят. А, они еще вспышки боятся, наверное. Вон, 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 вон. Сидят. Сидят. Мелкие уже поняли. А на морковку не едят. Все, приятного аппетита, кролики. До завтра вам. И нам приятного аппетита скоро. Здесь нужно не подходить. Убьют. Я даже не смог им налить. Сразу с каштрули напали. Они просто один день мясо не кушали, и все. Надеюсь, меня слышно. Вот это аппетит. Так, на улице вечереет. Нужно загнать. Так, сначала Браму загоним. Я сегодня их выпускал. Это у нас, смотрите. Петушок, красавец. Брама, Изабелла. Потом курочек. Пойдемте, пойдемте. Курочка, пойдем. Забыла, что ли, куда? Ну, такие комики, а. Пойдем, 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 пойдем. Заходим. Все, погнали. Король. Заходим. Заходим. Вон тут банда целая. Конечно, туда. Петушок. Кстати, есть один свободный петушок, Маран. Если кому вдруг надо. Заходим. Кудой, кудой, кудой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok